Говорят, что современная молодежь совсем не читает книг. Все эти гаджеты, социальные сети якобы отнимают слишком много времени. Но сотрудники Республиканской библиотеки для молодежи в корне не согласны с этим утверждением. В год здесь обслуживают более трех тысяч читателей, большинство из которых школьники и студенты. Сегодня мы приехали в библиотеку, чтобы узнать, какие именно книги предпочитает молодежь и на каких авторов записывается в очередь. В этом здании, еще по старому адресу проспект Мира, 104, библиотека располагается с начала 60-х. Сперва она была детская, затем расширилась в юношескую, сегодня называется для молодежи. Но на самом деле фонд учреждения настолько разнообразен, что сюда ходят горожане всех возрастов. В советское время юношеские библиотеки были во всех районах Абхазии. Сегодня столичная осталась единственной в республике. После победы 30 октября я уже здесь открыла библиотеку. И с тех пор политика комплектования строилась, в общем, исходя из запросов читателей. Первые 5-10 лет у нас никаких как бы вливаний финансовых не было. А потом тихо-тихо что-то начало поступать, и мы ездили в Сочи, приобретали ту литературу, которая была востребована ими. Сегодня, значит, мы опять ориентируемся на их, в общем, запросы, да, смотрим рейтинги молодежного чтения в интернете, что им интересно. Они сюда приходят, многие стоят за конкретной книгой в очереди. А то, что говорят, что в библиотеку не ходят, это вот в отдельно взятой библиотеке, я могу это опровергнуть. Мария Хашба, ученица 11 класса второй школы, в библиотеку приходит нечасто. Обычно берет что-то для досуга, а не по школьной программе. Первый раз мне папа тут брал книжки, потом я заходила сама. Я помню, я брала «Унесенные ветром», «Марио Пьюзу» я взяла. Это было в девятом, но я тогда не дочитала. Я помню, у меня срок осток, мне пришлось вернуть. Чаще всего в топах молодежных рейтингов фэнтези и романтические драмы. Но бдительные сотрудники библиотеки не упускают ребят, которые не очень уверены в том, что хотят почитать, и ненавязчиво направляют их интерес в сторону классики. Предоставляя им такую востребованную имя литературу, одновременно мы пропагандируем классику, которая никогда не обманет классику. Они читают и Галсуурси, и Фейхтвангера, испанскую балладу, например, и Драйзера, и Золя, я не знаю, Маргарет Митчелл, «Унесенные ветром», Макалу, «Поющий в терновнике», Ре Бредбери читают, вообще нападение на Ремарка, все его книги читают. На Ремарка действительно большой спрос в последнее время, подтверждает библиотекарь отдела абонемента Милана Тванба. Она первая встречает читателей, помогает им сориентироваться и определиться. Мария Хашба, кстати, тоже пришла за Ремарком. Я сейчас хотела взять Ремарка, я хотела взять «Три товарища» и «Триумфальную арку». В год библиотеке выделяется 100 тысяч рублей из республиканского бюджета на приобретение новых книг. Два раза в год сотрудники формируют и оформляют заказ. На эти деньги удается приобрести до 200 изданий, но благодаря правильному подходу к выбору литературы, читательская активность в библиотеке не спадает. В основном у нас молодежи интересуются такими авторами, современниками, как Ильчин Сафарли, это турецкий современник, автор. Сара Джио, Джоджио Моис, Мюсо. Вот пару лет назад очень популярна была книга, автобиографическая книга «Шантарам» Робертса. Она, несмотря на свои объемы, габариты, наша молодежь, не только молодежь, заинтересовалась этой книгой. Люди очень читали ее, вставали в очередь. Секрет библиотеки для молодежи не только в выборе новинок современной литературы. Тренды порой возникают и на старые книги, нужно лишь их отслеживать. Для этого здесь заведена отдельная тетрадь, где библиотекари записывают книги, которыми интересовались, но их не оказалось. Впоследствии эти списки используют при формировании заказа. Таким образом, например, на полках недавно появился норвежский лес Харуки Мураками и книжный вор Маркуса Зусака. Директор Юлия Еник отмечает, что абхазская литература тоже пользуется спросом. Вообще абхазскую литературу читает. Ишин Кубай, Идаура Зантария, всех-всех. Вообще возглавляет Фазили Скандер, чтение. Они заинтересовались. Мы проводили здесь мероприятия, ему Абхазия дарила вдохновение. Было очень интересно посетителям. Принимали активное участие вторая школа, лицеинтерна, четвертая школа и так далее. И студенты, конечно. И вот они поняли, кто такой Скандер. Они прямо бум на него. Мы даже не хватает у нас книг, чтобы удовлетворять их запросы. Тематические литературные мероприятия, которые регулярно проводит библиотека, действительно повышают рейтинги конкретных авторов. В этом легко убедиться на сайте библиотеки. В разделе «Популярная» здесь книга «Вахтанга Абхазол, Сухумская крепость» и «Сефербей» Михаила Гумба. В скором времени на сайте будет доступен электронный каталог всего фонда библиотеки. И тогда любой желающий сможет удаленно проверить, есть ли нужная книга в наличии. Несколько лет мы занимались созданием электронного каталога. На данный момент у нас на сегодняшний день наш фонд полностью занесен в электронный каталог. И по мере поступления новых книг, которые вы видите, мы постоянно пополняем свой фонд. Это ввели уже более 40 тысяч книг. О проблемах и нуждах библиотеки директор Юлия Еник говорить особо не хочет. Сокрушается лишь, что профессиональных кадров все меньше. И надеется на ремонт. Молодежь, она лучшая часть населения страны, это будущее, завтра нашей страны. И она должна приходить, а она приходит сюда, она должна приходить в красиво оформленную, отремонтированную библиотеку, соответствующую современным требованиям. Если вот так пример приводить, в 2000-х годах, когда Дмитрий Анатольевич Медведев был президентом России, он посетил Российскую головную библиотеку для молодежи. Через годы эта библиотека превратилась в сказку. Можете зайти в интернете посмотреть. Ну, вот хотелось бы, чтобы библиотека, здание, помещение соответствовало этим молодым красивым людям. Библиотека для молодежи очень удачно расположена в центре Сухума. Рядом крупный транспортный узел, куда приезжают студенты со всех районов. И это еще один секрет ее популярности. И сотрудники, и читатели хотели бы видеть библиотеку современным центром для молодежи, чистым, светлым и уютным. И надежды эти не безосновательны, ведь главная библиотека страны имени Ивана Папаскир уже отремонтирована. А значит, и до второй в Абхазии республиканской библиотеки дело дойдет.